людям. Иисус умер за грехи людей и воскрес. И ждет людей с покаянием. Благодать дарует прощение. Не от дел закона. Потому что этот Содом и Гоморра будут выжжены Богом. Мы пришли, чтобы сказать им, что их ждет. Матерятся, блудят открыто, анонизмом занимаются, безобразие страшное. Да, отец. Есть мои грехи в этом. И мои грехи. Вы верите в Бога? Я верю в Бога. Я верю в Иисусу Христа. А вы верите, что будет Суд Божий, и все воскреснуты будут распределены? Одни в ад, другие в рай. Верю. Евангелие от Марка, 16 глава, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Я знаю, Бать. Я знаю. Вы как-то так говорите, как будто с похмелья. Я не с похмелья, я просто болею. А что вы болеете-то? Упали где-то? Нет, нет. Остинхондроз. А это болезнь такая? Да. А сколько вам лет? 30. А мне 81. Почему у меня этого нету? Я не знаю. Да потому что с Богом. Что не знать-то? Через терния, через страдания, Господь проводит человека, чтобы он жил и молил Бога. Принять хвалу от него. А как вас зовут, отец? Так, что? Как вас зовут, отец? А вам это что даст? Я скажу, а вы не запомните, не запишите. Да нет. Обращаться как можно? Да можно не обращаться, и так понятно. Это город Барнаул, Алтайский край, Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Что это вам? Я дам полную характеристику. Что вам это даст? Вы Христа ищите? А мне кажется, потому что, когда дает болезнь Бог, это нужно... Ну, поэтому... Вы когда были в храме в последний раз? В последний раз? Не брать? Только не лгите. Я не лгу вам. Я был в последний раз в храме полгода назад, и я спичку ставил по поводу своей бабушки. То есть, не знаете, сами не ходили вы. А когда вы в последний раз на исповеди были? Очень много лет. Так, когда в последний раз Евангелие читали? Никогда не читал. Ну, никакой вы не верующий, сами себя только обманываете, и все. Как говорится, брехуны одни. Ну, может быть, может быть. Ну, хотя бы я уверую в Бога, и я 150... Не 150 раз, а раз в 50 я Матерь Божию читаю. Вы подальше отойдите от экрана-то. У вас одни глаза только здесь. Подальше отшатнитесь. Отшатнитесь, чтобы... Как же так? Православной Евангелия нету, не считаете. А когда вы в последний раз утреннее и вечернее правило молились? Когда? Когда посты соблюдали? То есть, ничего и нету. Пустышка. Как же это фишка? Может, вы правы. Но я читаю, сколько я могу, столько раз я читаю. Я могу. Как вы сами себя определите, когда Господь не дает непосильное? Спаститься в это ничего не надо, просто пищи, чтобы не было. Молиться что надо? Стань и молись, взывай к Богу. Считать Евангелие что надо? Деньги надо? Нет. Евангелие купи, это совсем дешево. Зайди в храм. Без Евангелия ты Царства Божия не достигнешь никогда. Это Евангелие. Про Евангелие даже в этой книге написано, Инжил называется. Это Коран написано. Ты что мне показываешь, дурак? Я говорю, в этой книге об Евангелии говорится, Инжил. Пятая сура, 117-й аят. И 66-й. Так, вам ничего не доходит. Ладно. Да нет. Вас ничего не интересует. Вы какие-то как обкуренные, прям вот, мечетесь. Да нет. Вот смотрите, и вот я вам говорю, вот, то, что вы, мне кажется, даже вы Богу мне дано, то, что вы говорите, вот, вы как старец ко мне. То есть я очень сильно Богу люблю, Иисуса Христа. Но иногда мои грехи никак... Бога любишь. Скажи, а зачем ты бороду бреешь? Зачем бороду бреешь? А почему? А там ничего не сказано. Не сказано. Левит книга говорит об этом. Давыд бороды с брыли, он даже в Иерусалим не пустил, пока не отрастут. Не сказано. Посмотри на изображение, на иконы. Безбородых ни одного нету. Ну и что? Ну и что? Толстой, посмотрите, Достоевский, адмирал Макаров, все с бородами. Бог так сотворил. В смысле? Это вы знаете, кто такой Толстой? А это означает бородобритие, блудодейная ересь, блудники собрались. А борода это знак власти твоей над женщиной, над женой. А вы подкаблучники бритые, две мамы в доме. А отца нету. Ну не, ну вот, вас как зовут? Я вам все сказал пока. В следующий раз, если мы встретимся, чтобы были абсолютно трезвые. И вы многое тогда почерпнете. Извините, извините, пожалуйста, потому что я перед вашим патодобием вот так как был. Нет, а можно поговорить еще? Посмотрите, вы же для Бога, да, сейчас вот говорите, да Иисус Христиан. Так, я с таким человеком даже, это грех, наверное, я жемчуг перед свиньями мечу. Скажите, у вас желание есть встретиться еще? Я вам дам адрес. Подождите, подождите. Иисус Христос вам говорил то, что нужно перед всеми, кто к вам обращается, вы должны это сказать про Иисус Христоса, правильно? Что он сказал, Иисус Христос? Повторите. Иисус Христос сказал, преповедовать нужно, правильно? Ну, правильно. Мы пришли сюда. Повторите, написано в Евангелии. Проповедуйте, пожалуйста, батюшка. Очень просто. Для того явился свет в мир, чтобы люди из тьмы вышли к свету, делающие добро идет к свету, а злой человек не идет к свету, потому что дела его злые. Ответ дается. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. То есть, вот смотрите, вы сейчас у меня увидели, да, вот этого человека. Вы священник? Вам это не надо ничего спрашивать. Я вам даю Евангелие. Со Христом познакомить. Вот извините, пожалуйста, со Христом я знаком. Так, подождите. У вас желание есть душу спасти? Вот смотрите. Я спрашиваю, у вас желание есть душу спасти, чтобы в аду не оказаться? Да. Есть. Я могу дать вам ключ, и вы по скайпу зайдете, когда будете совершенно трезвы. Хотите? Да. Записывайте. А вы думаете? Записывайте, у меня времени нету стоять. Вы каждое слово тягомотно тянете. Пишите скорее. У меня времени нету. А. Пишите два слова, пишите. Смотри, ты меня... Так, пишите два слова, два слова запишите вам. Я ключ дам вам. Вот это да. Не будете писать? Вы, слышишь, вы будете говорить. Да, кстати, есть. А показать можете? Или она у бабушки за стеной, а бабушка спит? Нет, почему? Я просто ее сейчас не найду. Она у меня ремонт делала, мне надо искать. Книжки просто все там забудут. Значит, вы ее имеете, но только не знаете, где лежит. Я понял, так? Да, я в Бога верю. Ну, и кроме того, что раз не можете идти, значит, вы ее сегодня не считали. Нет, не читала. И вчера не считали, и позавчера не считали. Нет, не читала. Вот, а раз не считали, значит, вы и не исполняли заповеди его, вы и не знаете их. Почему? А почему? Это вас спросить надо, почему. А почему вы здесь сидите? Вы всех учите заповеди? Мы пришли, принесли свет Евангелия в это место разврата, безумия, матерщины, наркотиков, табакуры. Они, чтобы знали люди, что за это будут в аду гореть вместе с дьяволом в огне. А Христос умер за грехи людей и зовет с покаянием, чтобы пришли люди. Он воскрес для нашего оправдания. Вы хотите больше знать, я вам могу дать адрес, куда прийти, на наши ресурсы. Ну, просто я... А вы откуда? Откуда вы? Что, где я нахожусь? Да, где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край, Лапкин-Игнатий-Тихо, она еще мне 81-й год. Ну, я в Хабаровск. Ну, Хабаровск, у вас уже больше там время. Так, вы можете записать два слова, Игнатий Лапкин, и зайти по скайпу. Вы меня в любое время найдете, я один с этим именем. Запишите себе. Ой, ну ручки нету. Главное, Библии нету, ручки нету, бумаги нету и жениха нету. Беда какая. Жених есть, у меня ребенок, смотрите. Да вот и ребенок-то, надо, чтобы не безотцовшина была. Мне с отцом почему? Запишите, Игнатий Лапкин. И вот, Игнатий Лапкин. Вы можете зайти потом по скайпу, сразу меня найдете. Я скину вам ресурсы. У нас есть большой видеоканал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, канал. Угу. У нас очень большие ресурсы. У меня там 17800 роликов. Ага, ого, ого, ого. Да, просмотров 43 миллиона. Ого. Вы популярны? Ну, получается, как бы так. Это же хорошо. Есть же люди, которые в Бога верят, а не те, кто богохульствуют ходят. Вот вы, если зайдете на наши ресурсы, вы увидите, как мы строим православную деревню, всеверующие. А где это находится? А в Алтайском крае, я же сказал вам. А, в Алтайском крае, да. У вас какие-нибудь вопросы есть, касающиеся спасения души, вечности, будущего? Ну, вот как вы думаете, Иисус Христос же, Он погиб за наши все грехи на кресте, правильно? Да, правильно. Вот. А мы, несмотря на то, что все это, мы совершаем грехи, несмотря на то, что Он погиб за нас. Но все равно, мы богохульствуем, мы не верим в Бога некоторые люди. Они считают, что это все бред, что это все неправда. Бога нет, не существует. А некоторые люди думают, что Он есть. Бога нет. А куда же Он делся? С утра молились, а был Бог, а сейчас нет. Куда же Он делся-то? Ну вот, тем более. Ну, все же говорят, что Бога не существует. Это все вымысел, это Библия. Ну, откуда же появилось солнце, луна, земля, воздух? Откуда? Все Бог создал. Конечно, Бог создал. И нам глаза дал, дал глаза, рот, уши. А как бы знало? Ну, если бы даже Адам и Ева бы не съели бы с дерева, приплод, с того, которое Он не говорил, не есть, мы бы жили бы вечно, а так мы и смертные стали людьми. Правильно, мы смертные. Нас бы и не было. Да, если бы Он не создал бы их, нас бы и не было бы. Да вообще планеты бы не было бы из-за Бога. Да. И земли, и ничего, и деревья. Как тебя звать-то, умница? Оксана. Оксана, это Оксинья, да? Нет, Оксана, полное имя Оксана. Ну, Оксана, это такого имени у женщин нет, наверное, у нас. Постойте, вот я календарь посмотрю. Да нет, нету. Оксана, это украинцы так зовут. Олимпиада и Ольга. На имя, на букву О только два имя. А вот Оксинья, сейчас я посмотрю. Это в транскрипции Оксиньи. Так, подождите. Акелина и Оксиньи-то нету. Наверное, это не Оксиньи, Оксения. Так, все, ушла? Слава Иисусу Христу! Как это делать? Как это вверх не нужно? Да никакого дела нет. Это все, даже, которые разговаривают. Как дела? Как зовут? А откуда вы? Три вопроса им подсказали. Здоровья вам. Чего нового у вас? У нас новое то, что мы людям пришли сказать о великой радости, что за грехи людей умер Христос Спаситель и воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди пришли, покаялись и начали жить для Бога, для вечности подзагробной. Где тут и старовер? И староверов – это наши корни отсюда. Но мы признаем православную церковь официально. Ну, это понятно. А сам его откуда? Неоткуда, с кухни пришел сюда. Нет, вы имею в виду, живете где? Где живу? Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Вам достаточно этого? Ну да, конечно. Мы соседи с вами практически. Молодцы. Так вот, это место рулетка, это садом, который Бог сжег огнем. Здесь одно блудодеяние, сквернословие. И разврат сплошной. Я всем говорю, не сидите там. Только не ругайтесь только. И вот мы сюда приходим для того, чтобы сказать людям, где выход. Вы, конечно, извините, но нам на работу пора. Мы пойдем, я буду рад с вами выйти. Я могу вам дать ключ. У нас очень большие ресурсы. Запишите два слова. Давайте. Игнатий Лапкин. 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 Игнатий Лапкин. Запишите. И по скайпу вы меня найдете. Лапкин. 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 Игнотий. Игнатий.